Друзья, приветствую! У нас новое видео и очередная у нас новиночка в рядах электротранспорта. Это мини-электроскутер от компании KUGA, завод GELONG KUGA C1 PRO. Давайте с вами посмотрим, что это за маленький зверь с львиным характером. А динамика у него на самом деле и скорость, она заслуживает уважения. Та скорость, которая у него присутствует в таком маленьком габарите, в таких маленьких размерах. Итак, друзья, сразу, кстати, забегу наперед. Ни в коем случае не выключаем это видео, смотрим его до конца, потому что данный скутер мы будем разыгрывать. И для того, чтобы принять участие в этом розыгрыше, вам нужно выполнить ряд небольших условий. Итак, друзья, давайте знакомиться. Мини-электроскутер, мини-байк, мини-скутер, мини-самокат, кому как удобно, но я его буду называть мини-скутер. Мини-скутер KUGA C1 PRO, 48-вольтовый, на 13 Ач. Итак, друзья, данный мини-скутер у нас оснабжен задним мотором-колесом. Мотор-колесо у нас идет на 1000 Вт. Сразу скажу, что достаточно, в принципе, тяга неплохая. И максимальная скорость данного самоката по характеристикам, опять же, по завалению производителя, достигает до 50 км. Забегу наперед, по GPS, в этом видео обязательно приложим информацию. По GPS, даже в горочку, в горочку, в небольшую горочку я разогнался 42-43 км. Представляете, со своим весом, да, сейчас немножко, конечно, схуднул, лето, сами понимаете, есть некогда, водная работа. Итак, с весом 75 кг, с небольшим наклоном вверх, разогнал 42-43 км. Очень достойный показатель для мини-сити KUGA. И, опять же, учитывая того, что здесь 13 Ач аккумулятор идет, то пробег на одной зарядке ориентировочном будет в районе где-то 35 км. Ну, 30-35, вот так вот. Но, опять же, нужно учитывать многих параметров. Это вес райдера, манера езды и место, по которому вы катаетесь однозначно. И, учитывая того, что данный мини-скутер идет у нас двухместный, если мы с вами загружим его по максималке, то, конечно же, динамика и скорость, и пробег на одной зарядке будет меньше. Итак, для кого данный скутер подойдет, вы спросите. Я вам отвечу сразу, что, в принципе, он подойдет по большей степени, конечно, для детей, но, на самом деле, он рассчитан также и для взрослого. Максимальная нагрузка данного скутера спокойно выдержит до 150 кг. И скорость, как я и сказал, и динамика, и аккумулятор, в принципе, позволяют это вытягивать. Подвеска у нас с вами идет задняя, если вы обратите внимание, пружина с регулировкой, передняя подвеска у нас не хватает. То есть, ее просто нету. Только за счет надувных колес происходит какая-то амортизация. Итак, также мы с вами обратим внимание, как и ранее говорил, что есть две сидушки для двух пассажиров, да, и спинка для заднего пассажира, что, в принципе, удобно спокойно ездить, делать опору на заднюю часть. Также для удобства есть это в комплекте идут у нас с вами подножки для заднего пассажира и подножка, которая, в принципе, достаточно не съедает клиренс. Обратите внимание, как у некоторых там самокат, да, когда выступает и съедает дополнительный клиренс. Здесь этого нет. Что касаемо системы управления и вообще самого аккумулятора. Аккумулятор у нас находится в нижней части деки. Если вы видите вот в этом коробе 13-амперный аккумулятор от завода G-Long, учитывая того, что G-Long, в принципе, компания серьезный завод по производству, и то, что он заявляет, скорее всего, внутри, так оно и есть. Ну, обязательно, я думаю, либо в этом видео, либо в следующем. Мы разберем аккумулятор, посмотрим. Сразу забегу наперед, обязательно делайте гидроизоляцию, защиту от воды, потому что данному скутеру, скажем так, есть где и куда попадать в воде, чтобы вышло из строя. Даже если вот здесь, обратите внимание, вот здесь у нас силовой кабель уходит, здесь есть щели и дыры, куда вода может спокойно залетать. И тем самым здесь находится у нас с вами и контроллер, и аккумулятор. Может произойти короткое замыкание, выведет его из строя. Кому данный скутер не подойдет, сразу скажу, это людям с ростовкой от метра девяносто и выше будет неудобно, потому что своим ростом метра семьдесят девять, прокатившись на нем, в принципе, мне было достаточно удобно, но я понимаю, что если ростовка будет еще там сантиметров семь плюс-минус побольше, то мне было бы неудобно, и коленками я бы мог уже упираться в рулевую часть. Поэтому примерно до 190 сантиметров с ростовкой он спокойно подойдет. Поэтому, дорогие и уважаемые родители, если вы хотите купить или думали, что купить вашему ребенку, однозначно мини-сити-кока подойдет в вашем решении, в вашем выборе. Итак, давайте с вами поговорим о системе управления бортового компьютера и управления вообще скутером. В правой части мы с вами видим замок зажигания стандартного формата с индикацией зарядного устройства бортового компьютера, который идет, и также у нас с вами бортовой компьютер индицируется на самом дисплее центральной части, где мы с вами видим указатели вольтаж, заряд аккумулятора, пробег общий, текущий и режимы скоростей. То есть сейчас у нас по умолчанию стоит вторая скорость. На правой стороне от ключа зажигания находится красная кнопка. Это кнопка переключения скоростей. Нажимая на нее, мы с вами обратим внимание, что на дисплее меняется режим скоростей. Первая, вторая, третья. Перейдем с вами на левую часть. На левую часть у нас с вами находится система управления светом и сигналом. Красная кнопка, нажимаем, включается у нас свет. Свет у нас идет, большая фара центральная, если вы с вами обратите внимание, освещение такое немножко рассеянное, да, то есть не сказать, что прям мега ксеном, но, тем не менее, достаточно неплохое. С верхней части такой контура идет. Здесь фара не закреплена, поэтому не обращаем внимания. Обязательно перед покупкой, когда купите данный скутер, обязательно подтягивайте, настраивайте под себя. Чуть ниже у нас находится тумблер переключения поворотника. Поворотники у нас с вами идут только задние, если мы с вами знаем, с индикацией. И электронный тормоз, электронный сигнал, прошу прощения. Что касаемо тормозной системы. Тормозная система у нас с вами идет дискомеханическая, передняя и задняя, с регулировкой. То есть мы с вами обратим внимание сразу, что интересно и хорошо сделана эта оплетка. Вся система, тормозная система управления проводов, которые идут у нас с вами от питания. Все уходит в оплеточку красиво, стильно. И оплеточка уходит все у нас в нижнюю часть деки к контроллеру и аккумулятору. Колеса у нас с вами надувные идут. Поэтому с точки зрения езды какой-то пересеченной местности достаточно будет комфортно. Если мы с вами обратим внимание, вот как и говорилось, ростовка своя. То есть я сяду на него, поставлю ноги. То есть вот о чем я говорил. То есть сейчас вот поставил. В принципе мне удобно достаточно. С своим ростом 1,79 м. А скорость, конечно, я был впечатлен. На самом деле не ожидал, что данный мини-скутер разгонится до такой скорости. Потому что большой классический скутер. Не каждый, скажем так, скутер может похвастаться скоростью по GPS. 42-43, а учитывая то, что это еще была горка. То есть смело можно сказать, что по прямой 45 смело наберет. Может быть даже и 50. Данный мини-скутер мы будем разыгрывать. Для того, чтобы стать участником данного розыгрыша, вам нужно первое. Это вступить, подписаться на наш YouTube-канал. Поставить лайк над этим видео. Обязательно палец вверх. Оставить свой комментарий. И обязательно поделиться этим видео в одной из ваших соцсетей. Это на ваш выбор уже. Поэтому обязательно эти условия выполните. И вы станете участником розыгрыша данного электроскутера. Розыгрыш мы проведем ровно через 3 недели. После выхода этого видео. И, друзья, попытайтесь свое счастье. Может быть, именно ты станешь участником, именно ты станешь победителем данного скутера. И дальше у нас будет очень много интересных розыгрышей. Интересных подарков, призов. Поэтому будь с нами, подписывайся, рассказывай своим друзьям. Поехали. Ну что, друзья. Выезжаю на табуреточки. KUG C1 Pro. Сейчас скорость попытаюсь замерить максималочку. Если получится. Впереди грозовой фронт. Нереальный причем. Надеюсь, он меня не заставит врасплох. Замерим скорость. Здесь небольшой уклон, конечно, пошел. Такая горочка уже. Но 35 где-то по прямой разогнался. Я думаю, что 40 он точно даст. Сейчас мы с вами направо повернем. У нас стрелочка зеленая как раз. Поедем здесь в потоке машин. Сейчас вот в горочку еду. В горочку 30 тянет спокойно. 32. 35. 37. 41. Ничего себе в горочку, ребят. 41. 42. Не дооценил я C1 Pro, если честно. Я думал, 45 спокойно даст. Зарядка полная. Я выехал. 54 вольт было. Сейчас 53. Наш просел. Конечно, телефон болтается. Плохо я прицепил его. Ну что могу сказать. Слушайте, маленький, дерзкий. Набирает, конечно, прикольно. Но с моим ростом. Рост у меня метр семьдесят девять. В принципе, ехать можно спокойно. Да, там нормально. Но не прям уж так, что мега комфортно. Ну, тем не менее, ехать можно. Ноги, вот видите. Да, у меня вот. В руль не упирается. Нормально. Если задний пассажир заесят, то, в принципе, ему тоже ноги вперед есть, куда поставить. Но с ростом метра там девяносто уже точно не комфортно будет. Вообще никак. Так что больше подход для детей подойдет данный аппарат. Например, там для людей с ростом небольшим тоже. Ну, относительно до метра. Вот то, что небольшим. Опа. Вот так вот телефоны теряются. Потерял свой телефон. Айфошка. Да. Печалька. Защитное стекло под замену. Ну, благо, что защитное стекло, а не основное. Это уже радует. Точнее, не то, что радует, да? Немножко облегчает. Конечно, данному скутеру, мини-скутеру, да, я бы добавил бы однозначно подвеску. Хотелось бы, чтобы она была. В принципе, так едешь нормально. Даже по такой неровности, в принципе, сглаживается. За счет надувных колес. За счет сидушки комфорта. Такой, ну, мягкой достаточно. Но если бы была подвеска, было бы вообще прям вот... Прям космос. Прям то, что надо было бы. Здорово, что ребята с Желонгова добавили задние поворотники. В потоке, когда ты едешь, очень важно, чтобы сзади машины транспорт видел, что ты куда едешь, поворачиваешь, планируешь. Да, друзья, защиту тоже одевайте, обязательно. Опять я без перчаток. Впереди все камеры сейчас показывают. Впереди, как я... Вот, извините, городки еду сейчас. Какая впереди грозовая туча. Огромная просто. Так, ну что, скорость мы постарались замерить. В принципе, 42 он в горочку тут тянул. В общем, можно смело говорить, что 45. Я думаю, он спокойно сделает. Учитывая, что мой рост, а рост мой, ой, рост, вес в районе 75, достойно, очень достойно.